МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогревается низ батареи, в результате у меня стоит градусник в комнате температуры 14-15 градусов. А когда был ветер, то доходило до 12. Не отапливается низ, потому что подключение наших батарей особенное в нашем доме. Но, как мне ответила наша ЖЭУ, нет слесарей, которые могли бы правильно подключить. В результате, значит, те, у кого идет напрямую отопление, те на подачу, у тех батареи горячие, вопросов никаких нет. Мы мучаемся уже сколько лет. Мы просто-напросто замерзаем. Ответ у нас ЖЭУ один, у нас не слесарей. Тогда зачем вы отчитывались о том, что дом готов к отопительному сезону? Мы считаем, что дом к отопительному сезону не готов. Еще вдобавок ко всему, относящийся также к подготовке дома к зиме. Ни в одном подъезде, три подъезда, и ни в одном подъезде нет отопления. Все, что есть, надеваем на себя. Газ включен. И обогреватели. И обогреватели. Но, извините, пенсионеры не должны платить. Мы за отопление платим 748 рублей. А на той стороне, которая, квартиры выходят во двор, те вообще замерзают. У них вообще стояки. Здесь еще более-менее, там вообще полуживые. Улица Фискультурная, 94. На протяжении нескольких лет дом буквально трещал по швам. Жильцам удалось добиться капитального ремонта, но результаты работ людей просто возмущают. Мы просили сделать, прежде всего, стяжку нашего подъезда непосредственно, и, в том числе, ремонт дома. Потому что эта стяжка зависит, в общем-то, наша стяжка зависит от всего. И дом зависит, вернее, от нашей стяжки. Все ремонтные работы проводились без нашего ведомства, без нашего согласования. То, что творилось в подъезде, нам никоим образом не озвучивалось и никоим образом, так сказать, не комментировалось. То, что сейчас сделано, наш подъезд не укрепило ни с какой стороны. И они еще больше этот подъезд разрушили. Это первое. Второе, самое основное, что разрушили квартиры жильцов, которые сами за свой счет, являясь собственником, проводили свои, так сказать, ремонтные работы со всеми текающими отсюда последствиями. Сейчас мы вообще не уверены в состоянии нашего подъезда и в состоянии дома. Было бы проложено, вот сейчас вы сами видите, вот непосредственно вот эти вот железно-металлические пластины, швеллера, как они называют. Такое же, так сказать, состояние происходит и в квартирах. Это потому что было сказано сразу с самого начала, непосредственно тем, кто проводил эти работы, что без этого не обойдешься. Разрушена квартира. Дом будет дальше рассыпаться, не более того. Улица Революционная, 52, нарухнувшее во дворе дома дерево. Ответственные службы не обращают никакого внимания. Это восьмого еще было, восьмого, это вот позавчера. Упала на машину, вон, 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 ее прозвучение уже пришло. Ну, она лежит, стоит, стоит под деревом. И мы, короче, такая система, что, начиная от ЖЭУ, обзвонили всех. И вот, говорят, мы можем прислать, говорят, только этих. Сначала нам сказали в ЖЭУ, что присылай это, нанимайте сани этих, пильщиков. Они вам все сделают, это в ЖЭУ сказали. А администрация сказали, мы вам можем прислать, но они дерево дымать не будут. Вдруг машину еще больше поцарапают. Естественно, никто больше не приехал. И вот до сегодня. Да, мы сами сегодня наняли трактор. Смотрю, вот ездят, чистят. Вот попросил, он подъехал, поднял машину, и я вот этот видум. А так, если бы, я думаю, и так бы и до сих пор это и было бы. А может, неделю или две стояла бы еще. Ни скорая, ни пожарная, мне кажется, люди ходят вдоль, обходят его вдоль этих, какого... Вдоль дома? Да, вдоль дома, вон там, видите, что, в любой момент упадет по голове. Никому ничего не надо. Вот что удивительное. И вот оно лежит, не знаю, сколько будет лежать. Еще никто ничего не знает. Как я слышал, говорит, новый директор вроде как бы сменился в этой компании. Вроде как бы пока он не в курсе, и так далее, и так далее. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok